Молитвами причистые и пренепорочные Своя Матерь, святы славных и всеквальных, Бога проповедников и духоносных апостолов и всех святых, помилуют и спасет нас, як благо и человека любец. Восьмое воскресенье после праздника Пасхи православные отмечают Троицу. День этот знаменует единство трех ипостасий Христа – Отца, Сына и Святого Духа. В Библии говорится, что именно в этот день на апостолов сошла благодать Святого Духа. Этот день является именно праздником, днем рождения православной церкви, христианской церкви, потому что в этот день Господь раздал, своих учеников сделал апостолами, последователи стали именно носителями веры. Цветом праздника считают зеленый, облачение церковнослужителей – оттенка свежей травы, платки прихожан от изумрудного до оливкового цветов. Внутреннее убранство храма на Троицу также украшают зеленью. Повсюду молодые деревцы и березовые ветви, в руках прихожан – березовые букеты. Это мне ребята принесли, сама-то я не могу, на рыбалке где были, там откуда-то принесли. А вот для украшения храма березки закупались отдельно. Я точно знаю, что батюшка покупал специально эти березы и отрубал с них, потому что по-другому это нарушало правила. После службы прихожане устремились во двор храма, где совершили крестный ход. После символичного обхода храма святителя Николая и проведения чина крапления святой водой, прихожане смогли поздравить друг друга с праздником. Здоровья, счастья и любви. В понедельник после Троицы по православному календарю празднуют День Святого Духа, или как его еще называют – Духов День. По преданиям, на него можно было встретиться с водяным или русалкой. Галина Иванова, Александр Анфимов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова